Водитель большегруза Владимир в рейс, который отправляется на Донбасс, выходит уже не впервые. Говорит ребятам, на передовой сейчас как никогда нужна поддержка. На призыв о помощи откликнулся сразу, как только узнал, что в зону СВО необходимо доставить гуманитарный груз. Надо поддержать ребят, помочь, не бросать в трудную минуту. Продукты питания, товары первой необходимости, одежды, инструменты, тенты, палатки. Гуманитарку собирает, учитывая погодные условия в зоне проведения специальной военной операции. Для обогрева и приготовления пищи бойцам отправляют блиндажные свечи, отдельная часть груза, лекарственные препараты, влажные салфетки, спички долгого горения. При сборе гуманитарной помощи особое внимание уделяют условиям жизнеобеспечения в зоне СВО. Строительные материалы, инструменты в данной ситуации. Здесь есть порядка около 300 комплектов, которые пойдут уже летняя форма одежды, но это на батальон. Первую фору на Донбасс из пункта сбора, организованного на территории трамвайно-троллейбусного управления, отправили перед Новым годом. Сейчас наши ребята с нетерпением ждут 23 февраля и надеются вновь получить весточку от родных и близких. Кроме продуктов, в зону СВО нередко привозят послания от самых маленьких жителей региона и города, в которых школьники желают нашим бойцам здоровья и скорейшей победы. Поддержку и помощь военнослужащим членам их семей оказывает и администрация города. Есть адресные посылки, которые собрали родители. И хочется сказать, чтобы родители были совершенно спокойны, что это дойдет все до адресаты. Хочется, чтобы ребята к 23 февраля получили все наши подарки. Мы за них переживаем, мы за них болеем. Мы желаем им победы, желаем здоровья. Конечно, скорейшего возвращения домой из победы. География посылок огромная. Гуманитарный груз собирают не только самарцы. В числе городов, желающих помочь защитникам Донбасса – Ульяновск, Новокубишевск, Щапаевск, Отрадный и практически все муниципальные районы нашего региона. Чтобы могли чувствовать себя комфортно. Дополнительно еще добавлю, что у нас есть контакты с родственниками мобилизованных. Нам присылают им тоже небольшие посылки личные и все то же самое доставляют. Посылки для отправки в зону СВО присылают предприятия, муниципальная служба, средства массовой информации. Неравнодушные граждане делают все для того, чтобы наши бойцы почувствовали тепло родного дома и заботу. Сегодня стало известно, что гуманитарка в целости и сохранности благополучно доставлена защитникам Донбасса. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Елена Лапушкина. Бойцы, выполняющие свой долг в зоне специальной военной операции, уже дали обратную связь, записав видеообращение. Урожаем нашу благодарность за ваши труды, уделенное время и просто человеческое спасибо вам. Гуманитарный груз, отправленный на Донбасс, не последний. Сразу после того, как посылки доставляются до пункта назначения, в Самаре начинается сбор новых вещей, необходимых ребятам для того, чтобы чувствовать себя в зоне СВО комфортно. Продукты питания и товары первой необходимости будут собраны в кратчайшие сроки неравнодушными жителями региона и города. Самарского сердца хватит на всех. Ольга Павлова, Николай Епифанов. События.